Появилась соперница, либо была соперница. И вот женщины, многие совершают ошибку. Причем эта ошибка такая распространенная, никогда не такого не делайте, не разыскивайте другую женщину, вашу соперницу, никогда. Я понимаю, что когда вы ищете ее в фотографии, в соцсетях, что вы хотите найти, что вы в ней хотите найти, вы ищете там себя, вы хотите понять, а чем же она лучше вас. И вы пытаетесь ей звонить. Ну поскольку вы звоните со своего номера, либо с другого номера. Понимаете, вы тем самым унижаете сами себя. Вы показываете свою слабость, а тем более, если эта женщина еще вашему мужчине скажет, слушай, что мне твоя чучундра звонила? Что это такое вообще? Поймите, этим вы унизите себя и дадите понять ей, что она сильнее вас. все, она на коне. Даже если вы со своего номера звоните, либо не со своего, но это понятное дело, что это звоните вы ей и она поймет, что почувствует свою силу и дальше будет над вами смеяться. Никогда не делать. Есть специальные психологические техники, благодаря которым можно сделать так, чтобы ваш мужчина любил только вас. И никакая соперница вам не будет страшна, абсолютно никакая. Записывайтесь на мои консультации, и я вас научу, что же для этого необходимо сделать. Да-да-да, есть специальные техники, и нужно действовать не на сознание мужчины, а на подсознание. Даже если вы будете в тысячу раз лучше нее, но вы будете постоянно его долбить, то он не будет с вами, он будет с ней. А вы будете страдать. Никогда не совершайте ошибку, не гоняйтесь вы за ней, не унижайте себя. С вами была я, ваша Наташа. Субтитры сделал DimaTorzok